Здравствуйте! Погодка у нас поменялась. О, какой же вчера был лучезарный день! А сегодня настоящий февральский ветер, выбивающий слезу. Пасмурно и обещают снег. И почему-то всё время пишут в прогнозе погоды на телефоне. Температура минус 14 ощущается как минус 21. Ну, вот это вот сегодняшний вариант, я только что посмотрела. Вот интересно, кто тот самый ощущён, который определяет, как оно там на улице ощущается на самом деле. Ну, наверное, какой-то очень чувствительный человек, вероятно, из той же бригады, что определяет, насколько корм для кошек стал вкуснее. Но это уже их проблемы. Впрочем, в такую погоду приятно поговорить о печке, посидеть около неё. Всё, поскольку лицо горит от ветра, который выбивал слезу из меня на улице. И всё-таки ознакомиться с неё несколько поконкретней. Мы же собирались это сделать. Ну, начнём сначала. Я вот специально отгребла залу кочергой. Кочергу мне Ника подарила. А ей кто-то из ребят без такого аксессуара в избушке не обойтись. И можно оббивать дрова, если они очень долго не прогорают. И можно вырошить их. Ну, естественно, убирать залу. А, собственно, для чего я это сделала? Я хотела показать вот эту вот решёточку, которая является одним из основных элементов печки. Ну, топить мы сегодня большую не будем. Это уж как-нибудь летом, если будет интересно, когда я начну грибы сушить. А вот сегодня поговорим о печке Голландки. Ну, как видите, пространство тут достаточно изрядное, но она узкая. Механизм протопки сводится к следующему. Внизу есть такая дверочка. Я не стану заморачиваться на терминах печеньков. Всё равно их вряд ли кто запомнит. Но здесь находятся отверстия, через которые в печку поступает воздух. Причём расположена эта дверка крайне низко. И весь холодный воздух через неё уходит в печь. Как бы высасывая и давая место для более тёплого. Ну, с физикой у меня никогда не было больших приятных отношений. Но, что я чётко усвоила, холодный воздух тяжелее, чем тёплый. И именно поэтому через нижнее отверстие холодный воздух как бы будет высасываться. И обогреваясь, уходить через дымоход. Так вот, для того, чтобы воздух поступал свободно, периодически приходится вот таким вот совочком выгребать золу. Это надо делать раз в несколько дней. Он проходит по размеру. И некоторое количество золы уже скопилось. Ну, сейчас у меня ведра при себе нет. Обычно я набиваю полную ведёрка, когда очень много золы и угольков непрогоревших скопятся в печи. Зола штука хорошая. Ну, во-первых, её можно посыпать дорожки на участке, если скользко и начинается гололёд. Её можно применять в качестве удобрения, потому что зола и угольки – это великолепные минеральные удобрения для почвы. Обычно, когда сажают картошку под каждой клубень, ну, где-то полкружки-кружка золы высыпается. К тому же, зола очень здорово предохраняет от вредителей корнеплоды. И проволочник, например, её крайне не любит. Знаете, такие длинные жёлтые червячки, которые великолепно пожирают картофель на грядках. Итак, мы уже разобрались, куда поступает холодный воздух. И попробуем сейчас зарядить печку. Для этого нужно несколько полешек. Желательно тех, которые были принесены в помещение накануне, потому что они гораздо лучше уже просохли, чем те, которые сюда перекочевали из дровняка сегодня утром. От сухости поленев, естественно, зависит успех возгорания. Лучше всего применять колень для растопки начальной полени без коры, если у вас такие имеются, и вот с такими вот гранями. Поскольку печка достаточно узкая... Так, мне тут кочерга большая мешается. Ну, вот эту вот кочергу я сделала сама. Сделала рукоятку из можжевельника, а тут просто прикрутила металлическую конструкцию саморезами. Мне эта кочерга нужна только для большой печки. А сейчас я ее поставила, чтобы показать. Итак, заряжаем. Берем крупное полено и кладем его по диагонали, стараясь не загораживать решетку, через которую в печку будет поступать воздух. И причем я стараюсь класть все время его острым ребром кнаружи. Ну, сами понимаете, более тонкая древесина лучше загорится. Еще несколько полешек укладываем вот таким вот образом. Ну, я полагаю, двух достаточно. А вот затем пошло дело наполнителя. Ну, у меня в избушке его навалом. Сейчас, правда, заканчивается, но скоро я начинаю новую работу. Это все те стружки, которые у меня остаются от моего вырезания. Ну, естественно, вся органика, которая есть в избе, я имею в виду бумагу, картон, также применяется для растопки. Ну, в моем случае, естественно, вот такие вот опилочки. Это самый оптимальный вариант. Ну, а дальше выполняем следующее. Чтобы дым уходил из комнаты, а не заполнял ее, делая помещение непригодным для обитания, открывается дымоход. Вот такая конструкция. Надо немножко потянуть на себя и выгибнуть почти полностью. Посмотрите, какой диапазон. Нам затем предстоит ее немножко убрать, эту заслонку, потому что в противном случае все тепло будет выходить через трубу. Кстати, хочу заметить, что в те дни, когда наблюдается низкое давление, затопить печку несколько сложнее. А вот при высоком возгорание улучшается. Ну, а теперь, раз уж печка заряжена почти, берем растопочный материал. В моей ситуации это береста. На всякий случай надо под рукой иметь пару вот таких вот маленьких кусочков березовой коры, ну и, естественно, спички или зажигалку. Ну что ж, попробую справиться одной рукой. Поджигать я буду в той части, где береста наиболее тонкая. Попробуем сделать это. Так. Кончается в зажигалке газ. Но завтра автолавка, и я куплю еще. Итак, даем кусочку бересты разгореться и кладем туда, где у нас мелкий растопочный материал. А вот сверху кладем еще одно полежка. Так, чтобы оно с колотой стороной, достаточно узкой, находилось над пламенем. Ну, а теперь смотрим, что произойдет. Можно еще подбросить что-нибудь. Ну, вот это у меня останки рогоза, из которого мы не так давно плели в циновке. Вот печка разгорается. Если бы этого не произошло, то у меня под рукой еще кусочек бересты. Если у вас нет возможности набрать ее в лесу, но вы заказываете березовые дрова, то вполне реально прямо с чербачков надрать коры. Она независимо от того, что деревья еще сырые, не высохшие, когда поступают на проколку, по-любому будет воспламеняться. Но это должна быть тонкая кора. Я обычно собираю бересту где-то осенью, прихожу с полным рюкзаком домой, но никогда ее не беру с живых деревьев, потому что береста, независимо от трухлявости бревна, которая валяется у вас под ногами, по-любому будет гореть очень хорошо. Ну, вспомните берестяные грамоты. Они же пережили столетие. Так, мы видим, что огонь разгорелся. И теперь дымоход перекрываем. Но ни в коем случае не до конца, иначе ваша избушка наполнится дымом. Вот полная, убранная, и это уже дает чувствовать дым в избе. А вот выпустить ее до такого положения, это самый оптимальный вариант. В противном случае мы бы просто-напросто отапливали все, что снаружи. Ну, конечно, микроплимат на участке штука хорошая, но нам нужно тепло в избе. Ну, вот испаряется избыточная влага, но, тем не менее, печка хорошо разгорелась. Вот теперь можно ее прикрыть. Но я обычно не делаю этого до конца, потому что очень дорожу дверкой. Угли-то и так не вылетят, если же защелкает и что-то произойдет. А вот дверка не должна чрезмерно раскаляться. Вот это вот приспособление очень древнее, и нужно оно для того, чтобы пальцы не обжечь, когда берешься за металл, открываешь и закрываешь дверку. Ну вот, печка и загорелась. Теперь у нас будет тепло и хорошо. Ну, а дров я стараюсь запасти каждый раз как можно больше. Дело в том, что неизвестно, какая температура будет в комнате с утра. Прогнозы не всегда себя оправдывают. И поэтому, естественно, надо иметь какой-то запас. Ну, а для того, чтобы дрова не разваливались, я применила, как всегда, свою любимую древесину. Иногда бывает так, что елки ломаются. Вот из этого места она выросла, потом я ей обломала макушку, и появилась вот такая вот красивая изогнутая деревяшечка. Нашла две идентичных, и они очень хорошо у меня здесь переспособлены для того, чтобы дровишки держать. Осталось самое неприятное. Это рассказать про угарный газ. Печка – это благо, но она может послужить причиной смертельного исхода. Со мной однажды такое чуть не произошло. И, пожалуй, завтра мы на эту тему побеседуем. Ну что ж, всем удачного дня. Всего хорошего.